Друзья, всем привет! Продолжаем играть в The Long Road. И что у нас по ситуации, по обстановочке? Исследовать корпус завода Юпитер. Мы найдем документы и, скорее всего, активируется квест найти костюм с замкнутой системой дыхания. Проверить правдивость легенды. Это глобальный квест в Припяти, душа-колобок, компас, медальон. У меня куча артов найти какие-то артефакты. Ну и убить зомбированного эту на лесопилку. Я, конечно, тупанул маленько в прошлой серии и, когда выявил сталкера, не вернулся обратно поговорить с бандитами. И как будто бы стоило вернуться обратно все-таки, активировать их квест и посмотреть, что там будет за задание. Что мы, наверное, сейчас и сделаем. Попутно я посещу лагерь ученых. Откуда двину в сторону ЗРК? Патроны есть. Туда-сюда. Вроде как все есть. Время у нас сколько? Нормально. Только утро. Значит, погнали. Мне показалось, или я тут увидел кровососа только что? Ай, дурак. Ай, дурак. Побежал он ко мне, увидел. Фиксирую зомбу. Придется, наверное, их всех перебить тут. А что же еще делать? Тихо-тихо-тихо. Опа, хера у тебя реакция? Норма, с того дальнего тоже снял. В общем, сейчас мы тут с вами все исследуем. Записки, документы, прочее-прочее. Не помню, можно ли будет спуститься тут в подвал. Потому что в оригинале, по-моему, ты должен какой-то квест получить. Или что-то в этом духе. Откуда ты, блин, тут взялся? Гад. Ну ладно, несерьезный урон. Что у нас по артефактам? Как говорится, артефакты бабло есть. Надо пробежать, наверное, по этому гаражу. Хотя бы просто посмотреть, что есть внутри. А тут ничего особо. Да и тем более, что я так боюсь. У меня же выверт есть. О, да ладно. То есть с них падают и аптечки? Вот это уже уважаемо. А то я уже хотел не пренебречь, с них все равно ничего не падает. Нет, не тут-то было. Тихо, тихо, тихо. Ты не этот, не прыгай. О, господи, я же тебя стрельнул. Офигеть, я на него столько патронов потратил. Живучие падма. Раз, два, все дела, забирай. Колбаска, нормально, пахал им. Что можно найти тут? Ну, во-первых, я вижу какую-то записку. Расписание постов. Старый листок с расписанием постов. На обратной стороне написаны цифры. 6-8, звездочка 5. Скорее всего, это код. От двери вниз. Значит, мы все-таки сейчас все посетим. Получается, нам надо всего лишь 10 комбинаций перебрать. Что у нас здесь? Давай сразу посмотрим. Ну, все, оружие поубирали. Хотя, вон, вижу какие-то окурки. Такое нам не надо. Плюс бинт. Да нет, тут хорошие вещи падают, зомбарей. Друзья, не забывайте оценивать видео. Если вам важно поддержать меня каким-либо образом, это будет в самый раз. Опа, вот они. Тут я, конечно, дробью раскидываюсь. Опа. А вот у тушканчиков бывает вообще что-то? Ничего не нашел. 6-8, звездочка 5, правильно? Ну, тут чисто надо идти просто по порядку. Опа. 6-8, 4-5. Игра также сохранена, что очень важно. Ну и все. Можно спокойно дальше играть. Так, дроби бы только хватило на бюрера потенциального. Тушканчики перебиты. Мне бы, блин, инструменты. Инструменты очень надо. А еще я сдал бортовой самописец азоту. Надо про это помнить. Здесь кто-нибудь есть? Есть! Твою дивизию, это кровосос! Вы что офигели? Не, это конкретная постава. Я-то ожидал тут бюрера увидеть, которого я бы вполне себя закошмарил. Но он что-то не идет сюда. Кстати, если вот тут встать, шикарное место. Он сюда не залезет. Ой. Я его не вижу. У него есть очень-очень слабая аура. Твою. Вообще, я хочу на эту коробку запрыгнуть. Но у меня ножки короткие. Вот где он? Секундочку, а может на сверху? Это какой-то особый кровосос, который мне выжирает выносливость и вызывает голод. Ну, голод я не уверен, но выносливость точно выжирает. Да ладно, я всю дробь потратил. Ну, хотя бы дали щупла. Это минимум плюс 20 дроби. Имеет ли смысл разбивать тут железные ящики? Не знаю. Мне кажется, что нет. Опа, вот и печатная машинка. Сохранение работает. Чисто с одной дробью остался. Ну не, в железных коробках тут ничего. Да и в общем и целом тоже ничего. Да, ну блин, а зачем спускался? Ну ладно. Попадаем в эту тайную комнату. Обыскать тайник. Опа. Кто-то топает. В общем, тут хабаришка есть на самом деле. Патронов чуть-чуть. Всяких разных. Все, только этот ящик можно искать. Похоже, да. Неужели я чисто зайдем сюда шел? А! Ё-моё, я слепой, ребята. Не, ну вот это уже кайф. Вот это здорово. Получается, я отдал грубую работу. Сейчас отдам тонкую. И, как говорится, я выбираю жить в кайф. 15 килограмм. Сейф есть. Все равно пойдем в сторону бандитов отсюда. Хотя патронов, блин, нет. Вот в чем проблема. Вся как, я пойду в сторону бандитов. Ой, тут еще и виш. Последний патрон потратил. Так что, как бы это не хотелось признавать, надо идти на Янов. Чтобы сдать то же самое щупло за 20 дроби. Ну и инструменты. Куда же без них. 2 килограмма сейчас отдадим. Еще и можно что-то будет вкачать. Привет, это я, Азот. Насчет модуля памяти. Он уже готов. Можешь забирать. Кайф. Иду. Может заодно и по тайникам сбегаем. Посмотрим. Один тайник в любом случае ведет в сторону. Что? Но это не в какие ворота. Пойдем сразу дроби обменяем. Хотя, все равно тут не могу оружие доставать. Здоров. А, ну, во-первых, конечно, аренду ящика пролить. Трофея ищу, плодоговорились. Хорошо, что тут нет инфляции, как в НЛС. Это типа 20 дроби, потом 19. Господи, она прям тут гавкает. Руку беру, что ли, тоже менять? Блин, не хочется. Редкий, редкая часть тела. Но, видимо, придется. Погнали инструменты сдавать. О, Сеньки нет. Я принес тебе инструменты. Поделишься? Для тонкой работы. Разблокировал модуль памяти? В смысле? Ты что, модуль не получил? Ну дела. Наверное, Сенька разминулся. Посылал его с модулем тебе навстречу. Ладно, черт с ним. Я на словах расскажу. Там, кроме замеров рельефа и плотности растительности, были координаты трех радиомаячков. Короче, мне там в комментах писали, что вот, Сеньку можно было и подсейвить, если отдать Новикову. Это вообще, что за прикол? Тут же нет Новикова. Там другой мужичок сейвит. А даже если бы можно было, то, ну а зачем его сейвить? В чем смысл? Так, что мы можем вкачать тут? Химзащита либо термозащита. Кстати, это очень сложный выбор. Ну, там, наверное, термо, потому что от хим есть таблетка. А от термо нет таблеток и нет мази никакой. Поэтому прокачиваем термо, хим таблетку и можно всегда захавать. Ну и, в общем-то, все. Как будто бы, я сейчас не душню, но вот просто говорю, как будто бы третья ветка смысла не имеет в Заре. Потому что калибровку ты получаешь только в Припяти, и когда у тебя уже есть сева. И выходит, что, ну, будет максимально глупо, типа, обратно Зарю насаживать на себя, чтобы вкачать вот эти вот навыки. Ну да, после севы или какой-нибудь Игзы уже выформленной. Может, я не прав, кстати, объяснить в комментах, я люблю их почитать. В целом, все, все починил. С стенкой мы разменулись, стойнички я получил. Цемент сюда-туда. Да дроби мало, смотрите. Если я все-таки пойду сейчас еще и на кладбище... Вот, на кладбище. Сюда, то нужно будет дроби взять. Килограммчики вкачал, меняем, значит, дробь, и берем тогда выше патроны. Что у нас там для пистолета норм патриков для форта? Поэтому берем его. Артефакты оставляем, хотя можем было уже слить. Рукобюрера договорились. 30 дроби, нормально. Но делать нечего. Стоп. Калашные патроны убираем. Все, все, отлично, поехали. Что у вас тут происходит? Бешеная псина. Гавкает. Я не буду с ее стороны выходить, чтобы она меня не покусала. Бежать сюда. Блин, так впадло бежать сюда, то есть лишнее нахаживать. То есть как будто оптимизирование будет идти к этому тайнику, когда я уже пойду на затон. А не туда, потом обратно, и опять серия 2 часа, и будет 25 минут, потому что я просто много ходил в никуда. Все-таки давай, как изначально задумывались, дойдем до бандитов, просто возьмем их квест, какой бы он ни был. И оттуда уже будем отталкиваться. Ну что, вроде как дошел до бандосиков. Здорово, бугор. Сейчас будем смотреть, что там по квестам. Потому что в оригинале никаких квестов у бандита нет. Значит, это чисто модовые. Есть работа. Недавно за мостом нарисовалась шайка отморозков. Старшего борзым кличут. И характер у него такой же. Валят сталкеров по беспределу. Если так пойдет и дальше, скоро и доить некого будет. Надо бы угомонить залетных. Смекаешь? Я не убиваю на заказ. Дело твое, найду другого желающего. А, ну нет, давай возьмем. Конечно, с одной стороны, да. Есть, не понял. Я ж тут сохранился только что. Давай возьмем. Считай, что их уже нет. Вот это реально базар. Как сделаешь дело, прихвати котлы борзого. В доказательство, что он откинул копыта. Да пойдем я, мое. А что нет? Пистолет. Бронебойки. И там как-нибудь уж их отстреляем. Ну, то есть дробовик нормально наваливает. Если не подставляться, все хорошо будет. А вот тут кто-то скажет, тут надо было пулестойкостью качивать. Ну ладно. Не понял. Да ну нафиг. Блуждающий арт выпал. Хотя, опять же, он мог оттуда скатиться. Такой же, как у меня. Мог там подспавниться и скатиться. Я прям реально удовольствие получаю от этого мода. Сравнимая с NLC. NLC, конечно, все-таки он там пошире, по-разностороннее. Там система варки артов отдельный кайф доставляет. Что там вывариваешь арты разных уровней, разных разрядностей и так далее. Я вот недавно новую версию 3.9 играл на стримах. Так и не прошел полностью. Ну, может, еще постримлю. С того же сейва. Тут такого нет, но тут вот свой. Ну, тут своя вот эта фишка. Вот этой вот раскачки. Ну и плюс мод не такой масштабный, как тот же NLC. Тут, наверное, хватит стандартных артефактов. Хотя вот жаль, что разработчик больше ничего не стал делать. По крайней мере, я никакой инфы такой не знаю. Какой-то еще мод, подобные тематики. Но может уже более такой расширенный. С квестами туда-сюда. Ладно, сейв есть ближайший. Сейчас начнется тряска. Будем мочить бандосиков. Не будет гранатку одну, вообще было бы шикарно. Фиксирую бандоса. Он махает? Подожди, он кому-то помахал. Вот представь, а если бы они давали квест в свою очередь на зачистку в лагере контейнеров вместе с ними. Типа, там самозванцы, они нас выгнали. Блин, подожди так, а почему он махает? Обычно это признак того, что можно поговорить. Дядя. Ну-ка шмальну вот так. Ага, все, нет. Нельзя, нельзя поговорить. Я мимо шмальну, он согнулся. Так, ну сейчас надо как-то, я даже не знаю, что делать. Выманивать их поближе, чтобы с пистолета мочить. Еще минус один. Плохо, что отсюда могут обойти. Минус. Ага, ну в принципе с первого раза получилось. Я даже особо не прятался, не шкарился. Нормально. Вот они, часы Борзова. Вот это вот местечко бы полностью осмотреть. Но оно типа радиоактивное очень. Вот тут, кстати, тоже идеальное место для инструментов. Во-первых, ого, аж две аптечки. У меня столько много аптечек, по-моему, еще не было с начала игры. Аж четыре раза. Также водочка, три бутылки. И тут еще не фонит, я заметил. Ну все, класс. Тихо-тихо-тихо. Это где там кто? Сейчас бы тут детектором просто пошарить, есть ли тут что? То есть опять же, в то место, где медальон спавнится, может зайти. Но выносливость, конечно, ужас как кончается. Я бы был очень рад иметь арт на плюс выносливость. А у меня же был, по-моему, батарейку я находил. Хм, ну да, он ходил, кстати. Куда я делал? Надо поставить батарейку. Ну, там жалко, батарейка плюс один всего роды дает. А тут как бы выверт минус два на этот раз я сидел. Да и вообще арты тут довольно быстро тает, вот в чем прикол. То есть у меня у выверта уже нет одной паучки. Хотя я поносил его, ну, блин, минут пять. Ой, там кровососы. Они сейчас еще и меня заметят, пойдут. Проверил арты, артов нет. В прошлый раз тут улавливало. Сокороняемся. И я думаю сходить все-таки на Юпитер. Пошел буршать. Как у нас вообще там задание звучит? Тыры-пыры проверить административный корпус завода Юпитера. Норм тема? Да вроде норм. Чего, я сейф получил? А, реально, прикинь. На входе получил сейф. Ну, я думаю, можно уже посетить. Нет смысла бегать. Что-то там. Раз уж я близко. Будем постепенно квестики хавать. Главное, чтобы тут не жило никакой крикозябры страшной. Че, я не понимаю, почему я устаю сильно. О, да ладно. Тут вопрос в том, считается ли вот это место укрытием. Потому что что-то мне подсказывает, что нет, не считается. Такие смутные сомнения есть. Сейчас, ладно, заберемся повыше. Фига себе, перегородили. Короче, вот тут схоронимся или нет? Во-первых, тут есть бумажки. Которые даже вот как раз квестом отмечены. Теперь другие бумажки отмечены. Слушай, ну вот в этом коридоре как будто, мне кажется, норм. Давай тут будем сидеть. Но если я умру, будет обидно. Это да. Так, я вроде живой. Я просто отходил, пока выбор шел. Почему я постоянно хочу жрать? Я не понимаю. Работает все-таки иммунитет к еде, походу. Я штук, что булку хлеба съел. Вот когда сюда бежал. Опять он жрать хочет. Ладно, неважно. Тут я объективно не пройду. Вообще никак. По наставили от души. Есть подъем выше. Но тут ничего. Блин, красиво вот так. По-моему, в ЗП тут как-то можно выпрыгнуть в окно. Ну, либо мне кажется. Пока что никакой живности. Надеюсь, так оно и будет. Да. Сейф еще не очень приятный. Выброс, как всегда, не вовремя. И типа, если я умру, мне каждый раз его заново пережидать. Бумажонка. Идем дальше. Ну, вот и есть ли мне смысл сюда, допустим, идти? Отсюда бы я вышел. Наверное, нет. Инструментов тут уже точно не будет. Тайников тут неотмеченных нет. То есть только если какие-то секретные документы, так называемые. Ну, вроде как... А, нет, на это локе я, кстати, не находил как раз. М-м-м-м. Понял, понял. Ну, ты там давай не это. Такими вещами не занимайся. Вижу. Так, секунду. Раз-два. Сразу же. Фух. Стремно. И ученые не хотят со мной работать. Типа, все излучения у меня, защита там плохая. Во. Плюс рука. Блин, мне бы сейв. Прикинь, все это заново проходить. Реальный какой-то хардкор получается. Плюс бумажка. О. Ну что это? Зачем меня пугать? Пойди, а если я поднимусь выше и возьму там еще эту бумажку? Появятся ли наемники? Наверное, это глупо. Проверяйся. У меня интересно. Ну, если эта бумажка есть, она уже никуда не исчезнет, правильно? То есть ее в любом случае надо будет взять. Че это? Просто бумажонка. Ну, тут реально что-то лежит. Игра сохранена административные документы. Да, тут кто-то бежит. Игра не сир. Это наемники. Ой. Ну, блин, с дробовиком тут, конечно. Фиг, что ты сделаешь? Двое раненых. Ладно. Есть трое раненых. Ай. Какая ты... Главный вопрос теперь, сколько их будет? Вроде упал. Добиваем. Ну, наймы как наймы. Череп. Ну, хорошо. Документики спер. Вопрос, есть ли тут еще наймы. Придется аптечку использовать. У меня пол хп. Не хотелось бы сейчас умирать, потому что заново... А, нет. Выбросы все-таки не придется переживать. Да, есть цель все-таки. Но все равно. Будем цепляться за жизнь. Дураки, ссори. Не видит меня шмаляют. Ну, фонарик видит, наверное. Ага, ладно. Еще минус 2. Тихо-тихо. Я что-то экзо-скелетчиков не видел. Поэтому. Видимо, разработ подумал, что слишком хардкорно будет. Ну, и что, он выжил? Фух. Это было очень стрёмно. Но надеюсь, что он последний был. Черный. Среди многочисленных сообщений одно привлекает особое внимание, благодаря кличке отправителя. Шакал. Мой человек в НИИ. Порекомендует вас главе экспедиции. Тому придется взять твоих ребят на охрану бункера. Это здорово облегчит задачу. Помни, заказчик хочет, чтобы никакой информации о работе объектов с индексом Х в руки ученым не попало. А если просочится хоть что-то, мы за пределами зоны не жильцы. Не подведи меня, черный. Подвел. Получается. Блин, это иконка ПДА, как в НЛС. Вообще, капец. Ностальгия. Такие вот пушки. Надо ли они мне? Да нет, конечно. Как будто бы хотелось, конечно, одну для коллекции оставить. О, плюс аптечку. Вернули. Выходит, что все, можно отсюда уходить. А ПДА разве не два должно быть? Не помню. Да нет, наверное. Если что, пишите, я вернусь. Хватит. Мне же правда страшно. Мне почему-то предлагается сразу его насюда идти. Но тут же есть еще здание с конкретной инфой. Поэтому даже не знаю, как поступить. Проще просто зайти сюда сейчас. Да, ну что. Это еще стрелка. Тут можно воткнуть и вот так. И вот так. Очень обжегся уже. Как же херово видно эти аномалии. Ого. Калаш. Тут, кстати, разраб написал, что уже предопределено, где что лежит. То есть, тут нет такого, что именно в третьем будет самое жирное. Калаш. Записка Клыку. Записка на обратной стороне старого документа. Клык, больше не могу тебя ждать. У меня на хвосте целая свора. Иду в саркофаг сам. Оставляю автомат. С патронами к нему совсем плохо. Если не вернусь, отдай его призраку и скажи, пусть пережет. Машинка толковая. Будь стрелок. Ну, здесь, конечно, просто калаш решили положить. В оригинале тут вроде АК стрелка же лежит или кого. Я забыл, потому что я играю постоянно в ЗП на Гансе. И там лежит ЗИК стрелка. Я уже привык так сильно. Ладно, ты ничего, как осмотрен. Идем дальше. Смотри, как же в аэроломно расставлены вот эти химозные аномалии. Попасть в них вообще как нефиг делать. Ну что, еще документы. Выполнено. Ого, ага. Ну, сейвы не дали, правильно? Правильно. Только административные документы. Из-за этого, конечно, максимально опасно сейчас дальше двигаться и что-либо делать. Но тем не менее. Проверить цех химических соединений завода. И проверить шлюз путепровода при ПТ-1. Блин, так вот смотришь без фонаря. Вау. Картина вообще мрачная. Вот бы в реале так же было. Было бы прям красиво. Пойдемте тогда на территорию завода. Стремно, конечно. Но патроны есть. Еще немножко. В принципе, любую газину, кроме контролера, я... Опа, есть сейв, отлично. Все, теперь не так страшно. Сразу немножко так булочки расслабляются и кайф. Знаешь, что же тут надо детектором тоже пощупывать. Пойдемте, тут аномалия прямо на проходе, а как я пройду. Она же меня обожжет. По-любому. Или типа вот тут можно пройти. Тут как будто хитбокс аномалии сдвинуты что ли? Или что? Да вроде нет. Просто почему-то вот она жгет. Вот тут визуально ничего нет, но она ждет. Не ладно, подожди, так надо сделать. Раз, два. Нормально, пропрыгнул. Вообще здорово. Темно, что-то уже совсем. Сколько у нас время? Завод Юпитера отмечен на карте. 19 часов, ну конечно. А, я теперь тут не поднимусь. Потому что у меня ножки короткие, я не могу, блядь, запрыгивать. Блин, вот это вообще рофл. И что мне делать? Тут-то я тоже не пропрыгнул. Вау, я же не могу руками схватиться и залезть, да? Мне придется из-за этого хит получать. Да в пи... Документики. Еще одна отметка. Там, походу, тоже документы просто. Тут кто-нибудь... А! Как я испугался. А что делать-то? Смерть. Собачка-то убежала. Нет, я сейчас буду тратить спадки. Прикинь, она куда ушла? Так, вот она здесь. Она райная. Есть. Есть вторая. Как же было стрёмно, она беззвучно тут тусовалась. А кто еще погавкивает? Кстати, тоже какие-то бумажки есть. Письмо о поставках изделия 62. Чего? 62? Я вот про эту мамашку долгое время не обращал внимания, не знал. Из-за тех документов мы можем просто узнать о том, что существует некое изделие 62, которое поставлялось куда-то сюда, возможно. В связи с аномальными явлениями, транспортировка изделия номер 62 по открытой местности невозможна. В данных условиях требуется задействовать подземный путепровод Припять-1. Схема доставки и последующей консервации путепровода направлена в перводел. Вот так вот. Хоть бы, блин, повезло, и я не умер. Так, аномалия. Посмотрим, где здесь не больно бьет, да? Ну, здесь так по стеночке на контроле можно пройти. Опа, а вот здесь уже ты не пройдешь. А я, как назло, оставил электро-арты. То есть, объективно надо будет кинуть... Ну, понятно, что нужно кинуть и проскочить. Фух, ох уж разраб, а. Ну, конечно, атмосфера тут максимально жуткая. Темно, ничего не видно. Страшно. Так, что у нас тут? Во-первых, есть свет. То есть, вот этот компьютер можно было бы подключить и проверить с него инфу. Журнал дежурной смены. Отличная игра. Сохранена на один путь в Припять. Поговорить с техникой. Вообще здорово. То есть, теперь я могу покидать это место. Ну, нормально прошлись. Сейчас, получается, еще и будет квест на поиск охраны для ученых. Выходит, что так, а где же мне ее искать? Не, ну норм серия, насыщенная. Туда-сюда, все, взбегал, повыполнял, куча квестов. Калашик себе нашел. Угу, тут тоже аномалия. Жесть. Понасставили. Фух, живой. Я совершенно точно слышал тут собак, поэтому... Поэтому не расслабляемся. Да нифига себе! Все, погнали отсюда обратно потихонечку. Отсюда, наверное, КПП. С КПП надо бы дойти до бандитов, потому что они далеко, капец. И потом с Янова к ним бежать, ради того, чтобы сдать квест, получить 5000, вообще неохота. Почти уверен, что это единственный квест у них. Ну, опять же, раз уж я тут, то я просто обязан проверить бетонную ванну. Правильно? Тем более, что там может быть душа. Выброс-то вроде прошел. Надеюсь, артефакт будет. Ну, там что-то пшикает. Правда, ну что на полу? Опа, есть. Хоть бы повезло и выпала душа. Душа? Сбылась у человека душа. Полетел. Ой, это почему? Ну, самое главное, повезло, реально душа. Классно. То есть, вообще, сегодня серия супер продуктивная и плодотворная, заметили? Сток всего, ну, почти выполнил. Сейчас дойти главное. Не, ну ночью я еще, по-моему, так не играл. Время 21.02. Все равно довольно светло. Думаю, проверить и эту аномалию. Минное поле. Но тут я уже, правда, на перегрузе. Придется выкинуть эмку. Что-то, ну, давай в руки просто возьмем хотя бы, посмотрим. Дефолтная эмка, эстокоповская. Все вы ее миллион раз видели. Такое вот. Освобожусь все-таки себе килограммчики. У Шустрого в любом случае можно ее заказать. Тут я думаю, Шустрого вообще можно много чего заказать и бегать в акшери. Просто для этого нужно подфармить вот так вот. Походить, артефакт пособирать. И будет вообще кайф. Ну, эти звуки, это капец. Я так понял, они только ночью. Чтобы тут пощупать арты, нужно арт от роды плюс арт от головы, правильно? А как понять, какой из них початый? Не понимаю. Ладно, пофиг, делаем так. Все артефакты зоны заберу. Есть такое дело. Ну, хоть бы выпало что-то другое, кроме этого лунного света. Он уже задолбал реально. Ну, пиздец. Может, это типа особая электро в связке с пси-зоной, и поэтому отсюда падает только вот этот странный лунный свет. Я, кстати, не прогадал. Ладно, фиг бы с ним. Арт есть арт. Лишние сколько там? Тысячи три. Вот просто представьте, вот так идешь ночью. Сходки. Видишь вот эту черную темную зону. И вдалеке горит костерок. Возле которого уют и покой. Все-таки непередаваемое ощущение этот мод дает. Ну что, бандюги, здорово. Дело сделано. Вот котлы Борзова. Страшный ты человек скитались. В одиночку порешить целую котлу не каждый может. Вот, держи за работу. Ну, награда, откровенно говоря, ну такое. То есть, 2500. Это вообще мало для текущего этапа игры за квест 2500. Ну, 30 патриков типа. 30 бронебоек 9-18. Дробь 10. Короче, всего по чуть-чуть. То есть, в целом, как бы норм, но... Ладно. Не знаю, что я ожидаю еще от квестов тут. Что, дробовик что-то какой? Двигаем в сторону бункера ученых. Дошел до бункера ученых. Живь-здоров. Ночные побегушки продолжаются. Хочу, во-первых, сохраниться просто. Во-вторых, по поводу записки и охраны, которая внезапно пропала. Так, иди-ка сюда. Я нашел документы на заводе Юпитер. Нет желания взглянуть. Это я ему отдам, получается, те, за которые меня наймы хотели взрючить. Ну, в принципе, я готов им отдать. Я не вижу в этом ничего плохого. Информация достаточно интересная. Но полезного для нас в ней, к сожалению, мало. Ну, ты гад. Когда я искал документы, на меня напали наемники. А, ну вот диалог про наемников только тут проговаривается. То есть я уверен, что, может быть, можно это сдать и с ИЧУ, и что-то получить. Но я вот так вот. Удивительно. Я думал, их задача охранять нас. Похоже, мне нужно будет срочно пообщаться кое с кем из нашего руководства. Огромное спасибо. Тысячу рублей. Такое себе. Тоже, опять же. Но, возможно, мне что-то открывается. Подожди, а где диалог про мутантов? А, он был просто. Но я могу их продавать, именно эти части тела. Точняк. Типа рука Контрека 2000. Ну, неплохо, кстати. В остальном своем все так же. Ничего особого. Арты он не покупает. Тебе колобок пока обойдешься. Пурым-пурым. Что здесь делаете? Цель исследований. Все, прокликали. Все окей. Пойдем дальше. Кто туалет прикрыл крышкой кастрюли? Ладно. Бедные мужики ночью сидят тут. И днем, и ночью. Здорово, мужики. Во-первых, пойдем сдадим душу. Как бы это странно ни прозвучало. Пурум-пурум. Душа, держи. Четыре тысячи и медицину простейшую. Спасибо, скиталец. Возможно, твои усилия в дальнейшем спасут не одну человеческую жизнь. Вот твоя награда и медикаментов немного. Угу. Хорошо. Ладно, забудь, пока. О, друг сталкеров. Ваши отношения со сталкерами улучшились, и все? Ну, вообще, мне говорили, что после этого начинают арты как борода покупать. Мне писали в чат такой, в комментариях, вернее. Насколько это правда, я не знаю. Три тысячи три, четыреста четыре. Прикинь, цена, кстати, меняется в класс. Тысяча девятьсот пятьдесят. Но это я уже разок поставил. Ну, короче, новый арт три тысячи стоит. Эй, в смысле? Не понял. Ну, так все-таки новый не с новым стакнулся. Короче, ладно, забей. В этом лучше сейчас не разбираться. Но, тем не менее, дело сделано. Сохраняемся. Кстати, квест на охрану там не появился, да? Я нашел документы, в них говорится про путь в Припять. Давай посмотрим на твои бумажки. Угу. То есть, вот что мы имеем в сумме. Есть, значит, такой путепровод подземный под названием Припять-1. И проходит он под городом Припять. И одна из секций заканчивается шлюзом в отделе транспортировки завода Юпитер. Вот это интересно. Судя по запросам, он сейчас должен быть закрыт наглухо. Наполнен газом и обесточен. В принципе, я мог бы попробовать оживить их генератора и открыть шлюз. Но не за просто так. Думаю, восемь тысяч будет достаточно. Заломи уже цену. Держи. Любой труд должен вознаграждаться, иначе кому оно надо? Ладно, лирика. Схожу, открою я этот шлюз. Когда все будет готово, дам знать. А тебе советую пока подыскать подходящую защиту перед отправкой. Например, костюм замкнутой системы дыхания, чтобы ласта не склеить от газа. О, отменено артефакт, колобок! Не-не-не-не-не-не-не-не. Рекомендую, как следует готовиться, патроны едой, медикаментами. Колобок надо искать. Значит, хорошо, мы игнорируем этот квест пока. И пойдем на затон. Там, во-первых, был колобок стопроцентный в луже. Во-вторых, как раз попутно раз-два тайнички посмотрим. И там лесопивочка, компас, пока не знаю, что делать. Так, калашку убираем. Ну, с калашом, не знаю, смысл сейчас бегать. Вот с артами что делать, вопрос другой. Вообще, на лунный свет бывает квест. И если я собираюсь сейчас идти туда, ну, на затон. А это что за бумажка, кстати? А, демит неизвестно. Кстати, тоже можно взять. А если я собираюсь идти на затон, то, во-первых, надо взять вспышку, потому что на нее квест бывает. Во-вторых, лунный свет. Вообще, кстати, все арты можно взять для слить туда. А вот и батареечка. А, насыщение минус один, вот так вот. Тоже возьмем в другую квест. Каменный цветок это это. Хотя на глаз тоже бывает квест. И его тоже можно за дорого сдать. Водочки слить. Ну, как-то так, да. Сейчас я возьму себе еще патриков. Хвост собаки. Пять дроби, елки-палки. Псевды десять. Ой, рука контролера. Блин, такой редкий трофей. Неохота его отдавать просто за 30 дроби. Но с другой стороны, а что делать? Короче, я все эти арты либо сдам по квестам, либо продам. Каменный цветок. Нафиг я его тут оставляю. Не знаю. Но все это уже в следующей серии, тогда разберемся. Не забывайте писать комменты, советы. Все, читаю, все, принимаю. Ну, сегодня насыщенная серия. Как думаете, заслуживает лайка? Всем спасибо, счастливо. Ссылка на плейлист в описании. До завтра, пока.